То есть наш межсетевой экран может делиться до 125 виртуальных сетевых экранов. Каждый виртуальный сетевой экран имеет отдельный виртуальный администратор, отдельные изолированные виртуальные рутинговые таблицы. То есть соток будущего сегодня это виртуализация везде в мире. Я могу поговорить немножко позже от соток, если у вас будут какие-то вопросы. То есть мы будем подключаться в будущем к такому вещу, как IFMAP. Это самый перспективный сейчас протокол. Опять же таки виртуализация делается в чем? То есть вы можете заводить виртуальные межсетевые экраны к тому же самому Nessus или Nessus, в CISC. Вы можете их также заводить к вашим веомбарным вещам. И опять же таки делать сканирование в веомбарных вещах. Сегодня единственная железка, кто может делать это для цодов, это наша железка. Потому что сегодня мы это делаем со скоростями 10 гигабитных цикунд. То есть вы выводите 10 гигабитные шнурки и распределяете любую безопасность между вашими серверами для цодов. Администрирование через командную строку, через веб-интерфейс, через панораму. Панорама это наш специальный продукт для общего управления данными. То есть это когда больше, чем одна железка. Та же самая с NMP и CISLOG для вывода данных, для контроля данных, для мониторинга. Опять же таки, основные вещи сегодня, что нужно для цодов. Первое, мы постоянно слышим о цодах, это предотвращение атак. Опять же таки, предотвращение атак со стороны интернета и со стороны внутренних атак. Опять же таки, в цодах существует сегодня большая проблема, как защита данных. Защита данных об атаках. У нас очень много партнеров, которые чисто безопасны. Но сейчас у нас очень много партнеров появилось, которые чисто занимаются цодами. Когда я продавал продукт, у нас сейчас очень крупный партнер, который продает HP. Я спросил своего руководителя, почему мы с ними начали работать. Он сказал, что это очень просто. Каждый большой цод сегодня должен иметь большой межчастливый экран. Каждый большой цод хранения данных должен иметь большой межчастливый экран. Сегодня очень важно это защитить цод от вируса. Сегодня никто эффективно не сканирует входящие вирусы на большие хранения данных. Сегодня это абсолютно для отсода важно. Вторая проблема – это потеря конфиденциальных данных. Вы знаете, все, по-моему, из федеральных законов в России сейчас вступают в силу, где очень будут бороться с потерей конфиденциальных данных. Опять же, что такое конфиденциальные данные – это то, что люди воруют серверов конфиденциальных данных. Это любые конфиденциальные данные. От таможенных, от номеров, от номеров, от дорожной полиции, от номеров персональных данных людей. Третья проблема для ЦОДов – это доступ. Как дать доступ определенным группам пользователей в определенные участки ЦОДов и как закрыть определенный доступ. И четверто, очень большая проблема – производительность секунды. Потому что, когда все на этом говорится, производительность маленькая, тогда в ЦОД это невозможно вставлять. Опять же таки, новое поколение ЦОДов – это, опять же таки, сегментация по зону. Это очень важно понять, что в ЦОДах существует понятие – это сегментация по зону. И также, опять же таки, это ограничение сканирования. То есть сегодня типичный ЦОД, типичная инфраструктура ЦОДа. С правой стороны – это, опять же таки, сервера. С левой стороны – это, опять же таки, пользователи. Опять же, здесь сервер. Опять же таки, сегодня безопасность ЦОДа в основном делается на уровне ВИЛАНов, на уровне тех же самых аксесс-листов. Опять же таки, основная задача – это изолировать части ЦОДа для определенного доступа, для определенных групп и пользователей доступа. То есть сегодня, опять же таки, существуют проблемы контрольного доступа к определенным вещам на тех же самых серверных платформах. Опять же таки, это разрешить, например, пользователям из группы А пользоваться таким же самым ораклом на определенных зонах, в определенных зонах СОДИ. И опять же таки, разграничивать этот трафик. Опять же таки, это очень важная вещь, которую мы сегодня решаем. Опять же таки, наши настройки безопасности, то есть вот это графический интерфейс нашего внешнего экрана. Здесь вы можете увидеть стандартные настройки безопасности. Опять же таки, ну вот, например, это зона PCI для банков, да, где зона пользователей, опять же таки, на уровне IP-адресов, первая настройка, кредитные карточки, зона для кредит, где хранятся кредитные карточки, опять-таки, source-адрес. И вот это новая настройка, где называется source-user, да, то есть исходящий пользователь. Исходящий пользователь, опять же таки, подцепляется с активной директорией. Опять же таки, здесь мы не выстраиваем обыкновенный порт, здесь мы задаем приложение. И приложение здесь именно в данном примере тот же самый оракон. Опять же таки, мы хотим сканировать эту настройку на вирусы, на атаки, на трояны и на потери конфиденциальных данных. То есть, опять же таки, вот абсолютно настройки безопасности, которые используются сегодня в ЦОДах, используются сегодня в наших устройствах. Опять же таки, очень важно это создавать нормальные отчеты, потому что все эти настройки хороши, но если нет видимости этих отчетов и информации, то они бессмысленны. По нашей линейке несколько слов, то есть у нас здесь большая линейка, так называемая 4000 серия, двойные источники бесперебойного питания, то есть двойные Power Supplies здесь. А межсетевой экран самый большой в нашей линейке 4060, он поддерживает 10-гигабитную скорость. Опять же таки, 10-гигабитную скорость очень важно отметить, это когда все включено. То есть есть межсетевые экраны джинкера, которые немножко меньше меня ростом, они делают 120 гигабит, но когда включается любой функционал, о котором я сегодня с вами говорил, то производительность падает до гигабит, даже меньше. Опять же таки, здесь мы поддерживаем 2 миллиона сессий, 5 гигабит, сканирование на биосы и на атаки. Здесь у нас 4 10-гигабитных акцептичных порта, 4 обыкновенных порта. 40-50 это то же самое, что 40-60, только другая оптика. 40-20 чуть-чуть меньше в линейке. Опять же таки, это меньшая линейка, здесь просто для интернет-шлюзов, это филиальные железки. У всех этих железок нашей серии одинаковая операционная система, одинаковая железная часть. Мы не используем однопроцессорные решения вообще. То есть вот у этой железки 8 процессоров, у этих железок больше около 50 процессоров. А немножко о клиентах, ну наверное это будет скучно, мне уже сказал мой коллега. То есть у нас абсолютно очень много клиентов в банковском секторе, очень много клиентов в производстве. В России у нас только всего пока один международный клиент. Мы начали здесь вообще работу с апреля этого года, поэтому мы еще очень новые в России. Молодая очень компания для российского рынка. Я считаю, опять же таки у нас есть Peugeot Citroën, здесь клиент. Ну и много клиентов естественно тестируют наше решение у себя в банках. Опять же таки, ну это в принципе не важно сейчас. То есть можно сказать это отчеты, то есть мы были протестированы такими вещами как НСС. То есть НСС это очень известный институт, который проводит тестирование. Мы тестировали 40-20 нашу железку на систему IPS. То есть мы единственный IPS в мире сегодня, который не тюнинговый. Блокируем 93,4% атак не тюнинговых. Это очень важно ответы. А последних несколько слайдов, куда мы движемся как компания и какое у нас будущее. То есть это очень четко, да. Мы решили проблему с мастер-систивыми экранами нового поколения, и с безопасностью тех же самых цодов. Что следующее? Следующее мы анонсировали продукт, так называемый Global Protect. Его еще нет в свободном размещении, а он будет доступен в январе, то есть через пару месяцев. Это очень-очень просто. Сегодня, когда вы заходите у себя в офис, в банки, в свою организацию, вы постоянно защищены своими системами безопасности. Нормальная ситуация, вы взяли свой лаптоп, пошли в кофеманию или еще куда-то. Это происходит никогда не специально. Вы вышли в свободную сеть, вы подцепили какую-то инфекцию, да, в интернете. Сегодня любой веб-сайт, русский или не русский, имеет инфекцию. Сегодня во всех джава-скриптах, в HTML-скриптах, в Adjaxi везде есть инфекция. То есть это маленькие коды, которые автоматически входят через ваш браузер, крадет вашу всю информацию, заражают вас. Естественно, пользователи об этом не догадываются или не знают. Опять же таки, этот компьютер у вас находится, не принадлежит вам, вам его выдали в компанию, но вы возвращаетесь обратно в офис и приносите эту инфекцию. Это очень такая распространенная, постоянная проблема. Опять же таки, мы вышли с новым продуктом, на рынок выходим, где бы вы ни находились, у себя в офисе или не у себя в офисе, на даче, дома, на море, когда вы выходите в интернет-сеть, ваши настройки безопасности будут идти за вами, где бы вы ни находились. Это достигается за счет небольшого агента, который мы устанавливаем на компьютеры, который имеет парксимистичность. То есть, например, если этот банк, и у него есть межсистевые экраны, стоят здесь, а если у них еще соток, и там стоят межсистевые экраны. Длинная история, короткие. Наш агент автоматически определяет парксимистичность, подключается к ближайшим межсистевым экранам по географии, и, естественно, настройки, и, естественно, происходит сканирование на вирусы, на атаке, на все, что есть. То есть вы абсолютно безопасны, где бы вы ни находились. Не только у себя в офисе, где у вас система безопасности. Опять же таки, этот агент будет работать на выносовской платформе, на макинтошевской платформе. Опять же таки, мы не берем денег за самого агента, мы берем денег за подписку. Спасибо большое. Это все. В России мы представлены компанией «Ландата». Дмитрий Дундуков сидит в конце зала. Это наш официальный дистрибьютор. Если будут какие-то вопросы, вы можете к нему обращаться. У нас ряд московских системных интеграторов, с кем мы начали работать. HP, также вам известная, тоже использует наш продукт для общей безопасности у себя. Я еще здесь буду минут 10-15. Если будут какие-то вопросы, то можно обращаться. Спасибо большое. На самом деле, действительно, проблема очень большая. И чем мы дальше идем в информационный век, вы понимаете, что это очень серьезно. Я даже простой пример скажу, что очень большая проблема для собственника бизнеса, это то, что его персонал может просто по почте, например, передать базу данных. Ну или хотя бы, ну не базу данных, а возьмем там самых лучших клиентов, да, и почем они покупают. То есть, можете представить, что если вот эта информация просто передается, и собственник фирмы теряет, соответственно, большие деньги. Вот вы можете так вот настроить свое приложение, чтобы можно было определить, например, сливается информация, например, или нет? Да, конечно. Ответ, да. Ну если даже вы это делаете на уровне 10 гигабит. Да. Это мы единственным, кто это делает. То есть мы можем сказать, если кто-то, например, передает... То есть мы можем сегодня, например... Одна из первых политик безопасности в любом учреждении, учреждении, учреждении очень сильно не любят, когда кто-то шифрует данные. То есть мы, естественно... А, понятно. Мы не маги, то есть мы не можем расшифровать. BGP, например, да? Да. То есть мы, ну что мы можем сказать, да, вот, например, если кто-то шифрует у меня в офисе мои вордовские документы или офисные документы, я или хочу это пропустить и отметить это в отчете, или я хочу это запретить. Это первый пример. Второй пример, например, я знаю, что номера моих внутренних, там, российских паспортов, это, например, там, три первых цифры, потом четыре цифры, потом пять цифр, да? Например, это очень просто. Я хочу знать, например, если кто-то одновременно в любом файле отправил, не знаю, 30 тысяч паспортов, то я хочу, например, знать, почему он это отправил, куда это отправил. Пользователи очень сегодня продвинутый народ, как бы они постоянно мы двигаемся. Ну, это нормально, естественно, наши дети всегда умнее, чем мы, да? То есть это как бы эволюция, да? То есть пользователи, например, сегодня могут зайти, вшифрованный mail.ru по HTTPS-у, подкрепить доковский файл, переименовать этот доковский файл, из док-акса сделать его чем-то еще, попытаться отправить наружу. То есть этот функционал сегодня, он, он... То есть мы не полностью решение для предотвращения конфиденциальных данных. То есть мы не просматриваем там USB-шки, мы не просматриваем CD-ROM, многие другие вещи, которые делают комплексные системы, они стоят гораздо больше, чем наше решение, кстати. Но вот этот базовый функционал, где вы можете определить, на что вы хотите смотреть, мы можем. У нас было очень много вопросов, недавно у нас было очень много вопросов по PDF, да? Тоже такая вещь очень известная, да? То есть мы опять же, у нас новая версия, где мы будем иметь сканирование тех же самых PDF файлов. То есть мы решаем все эти вопросы. И как раз-таки для отсюда, что это важно делать с большой пропускной способностью. Мы сегодня единственное, кто это сделал. То есть я очень много общался недавно. Такой есть маленький, как памятник, для нас немножко маленький, ВТБ, да? То есть мы туда пришли, у меня там очень маленький пара. У нас там человек очень такой продвинутый, технар, сырсковский, мы с ним немного стали бодаться, и он там говорит, вот это я тоже могу сделать нацистский. Когда я сидел с инженерами, я немножко сидел со своим коллегой, с его окой, он говорит, ну давай, включай, если ты можешь сделать. Он говорит, не, 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 я не могу это включить. Я знаю, что это есть, но включить я это не могу. Он говорит, почему? Говорит, потому что у меня производительность CPU поднимется на 90%, и банк не будет работать. То есть опять же таки, где-то что-то есть, но я могу сказать сегодня, те же самые там Асы 5580, Juniper, это не те решения, это не будущее. То есть мы сегодня это будущее, то есть мы решаем проблемы сегодня, которые нет никуда. И вы поймите, то есть я могу сказать, что безопасность сегодня это большая вещь, то есть сегодня, в принципе, люди немножко это игнорируют, но я могу сказать, когда сегодня воин немножко саботаж и перешел в другую руку, то есть когда на вот той атомной электростанции, о которой я вам говорю, там тоже изолированная сеть. То есть я тут приходил в некоторую, вот структуру у вас, органы безопасности, я прихожу к человеку, он говорит, мы органы безопасности, у нас одна сеть интернет, другая не интернет, и мы переключаемся вручную. То есть когда они хотят посмотреть, что там интернет, они переключаются кнопкой, или другой компьютер. Вот эта вещь, она уже ушла, это уже прошлое. Потому что на той электростанции, о которой я вам сейчас привожу, это, кстати, мировой пример, не мой пример, все газеты об этом пишут, там тоже была изолированная сеть. И спецслужбы другой страны засадили им вирус через инженеров, которые проводили комплексные мероприятия через USB-флешку. То есть опять же таки, сегодня защита ЦОДов, защита приложений, это то, что сегодня есть. То есть сегодня, в принципе, вы можете иметь суперсовременный ЦОД, да, но просто город могут просто взорвать или обесточить. И поверьте мне, это происходит. Это не то, что вот где-то кто-то слышал, это каждый день происходит. Спасибо большое. Мы еще раз поаплодируем.